Девушки отдыхают 15 минутами ранее Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я, Антон, и я заканчиваю свое прохождение игры Call of Duty Ghosts. Итак, Рорк спасается на монорельсе, и мы его догоняем. И как же чертовски тяжело здесь стрелять. Это просто ад. Еще едем в какой-то жопе. А, наверху чипушило. Тебя я не сразу заметил. Мразотень. Давай, чувак, до свидания. И да и ты тоже. Но тут еще есть возможность более-менее попадать. По-человечески прицеп... О, СВУ. Вот это балдеж. Вот это балдеж. Кайф. Конечно, по восприятию это просто вепрь, который стреляет одиночными. Так, что это у нас тут было? ПДВ. Неплохо. Правда, у нас всего один магазин. Да сколько тебе... Сыральник ему напихал полмагазина? Да ему хоть бы хны. Да ё-моё! Нет, я охеренно не в порядке. Снимешь тут стрелков. Есть. Не стреляйте, сволочи. Гораздо проще было бы снять водителей. Точнее, пилотов. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, хэш, не мешайся мне. Видишь, какая тут жопа происходит. Возьму-ка я обратно в фат. СВУ хорошее, но патронов нет. А фактор патронов для нас сейчас это самое главное. Глупо, наверное, кидать гранату. Двигаясь на монорельсе. Ну, так или иначе. Паскуда. Ещё не всё. Да сдохни ты, сволочь. Когда по тебе начинают стрелять, стрелять в ответ абсолютно невозможно. Просто издевательство. Приступим. Чепушила с гранатомётом. У-у-у! Тебе не победить, Рок. Всё кончено. Мат. Мат подтверждаю. Что это было? Ты проиграл, Волк. Всё кончено. Чёрт. И он всё ещё жив. А патронов-то нету. Давай, 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 Логан. Логан. Твою мать. На вылет. Давай, 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 Хэш. Держись. Я понимаю, два огнестрельных ранения. Это серьёзно, но держись, держись. Давай, давай. Тут кругом обломки. Наконец-то. Ты, ты убил его, Логан. Ты сделал это. Мэрик. Ну же. Мэрик. Ты меня слышишь? Хэш? Хэш, это ты? Да. Я с Логаном. Мы в порядке. А Рок? Мёртв. Он мёртв. Вас понял. Ветерация отступает по всем фронтам. Оставшийся груз должен довершить тач-тез. Держитесь. Развет-отряд уже на пути к вам. Рок. Оставшийся груз. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо лежим хэш, да? Я там слышу кто-то справа шебуршится, но я не хочу туда смотреть. Мне нравится загорать. Давай полежим с тобой под приятным солнышком, а лучше на этом закончим прохождение. Как ты думаешь, хэш? Давай. Красиво бомбим. Флот федерации уничтожен. Армия накрылась, бронетехника накрылась. Орбитальное оружие захвачено. Теперь оно принадлежит нам. Красота же. Рорк мертв. Давай будем думать, что он действительно мертв. А ведь старина Вудс говорила, что всегда надо проверять, что клиент мертв. Всегда проверяй, что задание выполнено до конца. Но нет. Смотри, что ты наделал. А ты хорош. Ты был бы отличным призраком. Но этого не случится. Не будет никаких призраков. Мы уничтожим их вместе. На этом все, дорогие друзья. Прохождение завершено. И давайте будем подводить итоги. Что мы имеем в конечном счете? Мы имеем отличную сюжетную составляющую, которая завернута в достаточно посредственную графическую часть и плохую работу наших локализаторов. Это касается и озвучки. Это касается субтитров, перевода и так далее. Все это на выходе дало, по мнению большинства игроков и критиков, самую худшую часть серии. Она сделана, знаете, друзья, в классических манерах, в классических настроях серии. Именно Modern Warfare. Чувствуется рука Infinity Ward во многих деталях, подходах и так далее. Но на самом деле это скорее шаг назад для серии, чем какой-то прогресс. То есть, если оценивать отдельные моменты, то опять-таки сюжет это самая сильная сторона игры. Хотя некоторые моменты были откровенно сперты с прошлых частей серии. То есть, эти прыжки на вертолеты, эти спуски по отвесным поверхностям и выбивание дверей в слоумо. То есть, это мы уже видели тысячу раз. Плюс некоторые моменты прям, прям, ну откровенно из прошлых частей нагло украдены. Хотя плагиатить самих себя это не преступление. Наверное, это девиз компании Infinity Ward, который распечатан у них в каждом кабинете висит. Ну и, конечно же, перед главным входом в офис. Далее. Звуки и музыка. Музыка достойная. К сожалению, в титрах в оригинале играет Эминем, поэтому музыка заменена. Но так или иначе, музыкальная составляющая неплохая. Хотя ее тут не так много и не такая она эпичная, как в прошлых частях. Но так или иначе, музыка хотя бы не раздражает. Озвучка. Омерзительная. Я имею ввиду нашу локализацию. Оригинал, вне всяких похвал. Я очень вам рекомендую, друзья, сыграть в оригинал. Хотя бы ради озвучки оригинальной. Особенно озвучка Рорка, это просто космос. Это настолько прям отлично подобран голос, что это прям аж мурашки по коже бегут. Но наши локализаторы новый диск все запороли. Отличные актеры дубляжа, это Владимир Антоник, Сергей Чихачев, Артем Кретов, Александр Ходченков. Но, к сожалению, все запороли плохим переводом и просто некачественной работой, банально. В некоторых местах добавлен эффект рации, хотя он совершенно не должен быть. В некоторых местах куски видео просто оставлены без звукового сопровождения. Местами герои открывают рот без звука. То есть очень халтурно подошли к переводу. И это заметно. Особенно если играл в оригинал. Я, к сожалению, в оригинал не играл. Я смотрел прохождение, друзья. Я провел большую работу, делая субтитры к этому прохождению. И изучил все ошибки нового диска. И знаю, как халтурно выполнена эта работа. Что касается графической составляющей, то я, собственно говоря, уже говорил. Она довольно посредственная. Слабая, я бы даже сказал. Да, местами картинка очень классная, красивая. Игра света потрясающая. Но в целом все выглядит довольно мыльно и плохо. Что касается геймплейной части, то в принципе не могу сказать ничего плохого. Нам дают порулить и беспилотниками. Мы и на танке, и на вертолете. И даже с собакой нам дали поиграть. Огромный арсенал оружия для шутера. Это важно, как мне кажется. Здесь это также одна из таких сильных сторон. Именно оружейная составляющая. Многие пушки присутствуют в серии вообще впервые именно с Гоустс. Но что касается и мультиплеера, то он, конечно, абсолютно ужасный. И в целом, конечно, Гоустс проиграли битву четвертой батле. Ближайшему конкуренту в год выхода. Напоминаю, что в 2013 вышли и Призраки, и четвертая батла. И как бы соревновались друг с другом. Хотя эта битва была не в равных весовых категориях, скажем так. По итогу, друзья, имеем вот такую вот игру. А для тех, кто оценит хороший сюжет, очень рекомендую. Вам понравится. Ну, а для тех, кто все-таки не впечатлился, я рекомендую поиграть в классические части серии. Это Modern Warfare, это Black Ops. И получить удовольствие там. Либо посмотреть что-то из новых частей Call of Duty, что выходит. Если, опять-таки, вам позволяет ваш ПК. На этом, друзья, откланиваюсь. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Читайте в Твиттере. Еще что хотел сказать. Очень радует, что в игре нет хэппи-энда. Финал очень жесткий, мужской, трагичный. И это подкупает. На самом деле, это очень круто. Финал прям порадовал, скажем так. На этом точно все. Всем большое спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok